200 человек приняло участие, 60 лучших попали во второй этап, который носил характер именно практической работы в департаментах Харьковской областной государства администрации. Мы подготовили соответствующие проекты, которые сегодня лучших 4 готовы презентовать и представить здесь. Вы показываете этот уровень энтузиазма, компетенции, энергии и желания, которые должны быть у новых, молодых, подготовленных студентов, которые будут работать во благо государства Украины. Урочисто открываем презентацию проектных работ и запрошу другую стопу Иванову Ксеню, лидера команды департаменту житлово-комунального господарства и развития инфраструктуры в государстве администрации. Проект называется «Формование эффективного властника житла у Харьковской области». Мета проекта – формирование нового сведомого подхода у співвластников многоквартирных домов Харьковской области до питания управления домов. Мы предлагаем создать единственный, уникальный интернет-ресурс для співвластников многоквартирных домов, который будет выбирать всю корисную информацию о соответствии с тематикой. Особисто від себе я хочу висловити щирі слова вдячності за такую можливість брати участь у такому чудовому, важливому проекту, як школа лідерства голови Харьковской области державної администрации Игоря Львовича Раня. Я пройшла стажирование в департаменте житлово-комунального господарства и развития инфраструктуры, где в моей команде было шесть участников разом зі мною. Стажирование было тяжкое, но очень полезное. Хочу надалі себя реализовать как государственного службовца и працювать на благо нашей страны. Слава Украине! Слава! Спасибо, Ксения! Мы команда департаменту охорони здоровья Харьковской области державной администрации. За час стажирования в департаменте мы не сидим на месте и не ждем, а уже запропоновали, а уже реализуемо социально-спортивный проект «Здоровая нация. Майбутнє Украины», який проходить в рамках национальної стратегии проекта Всесвітньої организації охорони здоровья, неинфекційные захворювания, профилактика и смисление здоровья в Украине, который мы проводим вместе с департаментом охорони здоровья Харьковской области державной администрации, а также социально-спортивным проектом «Здоровая нация. Майбутнє Украины», который будет, как масштабный спортивный флешмоб, реализованный в 10 районах Харьковской области. Он является безкоштовным физическим тренированием под открытым небом. Хочу додать, что мы первая область Украины, которая представила подобный проект на встрече тренингу «Видвоз» в Киеве. Спасибо, ребята. Я вам скажу, я внимательно слушал, вот сколько пометок сделал. Действительно все очень интересно и вдохновляет, что у нас такая молодежь. Сейчас очень часто в обществе звучат слова «нужны новые лица». Новые лица, новые лица, везде нужны новые лица. Полностью поддерживаю, только всегда говорю «подготовленные». Этот путь нелегкий. Подготовленные государственные служащие, которые действительно являются новым обществом. И те люди, которые хотят и могут системно работать. Вы как раз такие, я в этом убедился. Все четыре проекта достойны. Я думаю, что мы и вы справитесь, если все четыре проекта сегодня будут победителями. Департаменты должны с ребятами, с командами продолжить работать, подготовить эти проекты к реализации. Там есть определенные моменты, которые для того, чтобы действительно проект был реализован, их нужно посмотреть и с точки зрения нормативно-правового обеспечения. Сегодня и с точки зрения других моментов организационных. Вместе с департаментами подготовить эти проекты к реализации, подготовить к возможному финансированию. Думаю, что мы можем и с международными организациями по грантовому вопросу, по вопросу поддержки переговорить. К тому же есть другие законные источники, которые могут быть подключены к реализации этих проектов. Но еще раз повторю, их необходимо доработать вместе с департаментами. Лидеры команд, докладчики сегодняшние, должны быть такими стажерами-советниками директоров департаментов. И этого не нужно стесняться, надо подписать соответствующие приказы. И внештатными такими советниками-стажерами назначить тех ребят, которые сегодня докладывали. Я о копии приказов хочу в течение недели увидеть, касается всех директоров департаментов. Я бы хотел, чтобы все ребята, которые сегодня презентовали проекты, были в студенческом совете Харьковской областной государственной администрации. Будем вместе работать. У вас очень многих, у всех практически серьезные задатки государственных служащих. Но одних задатков мало, их нужно развивать и совершенствоваться. Мы вам в этом в помощь. Прошу, шановный Игорю Львовичу, вручу сертификаты финалистов, которые успешно закончили второй этап школы лидерства Белецкий и Яния Ярославовна. Бережный Герман Геннадьевич, Шапошник Виктор Сергеевич, Иванова Акценя Анатольевна, Черкашина Анна Вячеславовна, Пашнев Игорь Васильевич. Дякуймо. Дякую.